Ну я с удовольствием читаю хорошее, каждую неделю в четверть газете пишут хронику отчетов по проведенным, понимаете, отчетам администрации депутатов поселок. Ну мы зацепили, значит, вот погружки зацепили в отчете позицию непонятной администрации по карьеру, поэтому выехали туда, понимаете, так нельзя делать. И вопрос сейчас по банкоматам, ведь сколько лет люди просят банкомат и в прошлом году это было записано в мероприятиях по исполнению замечания людей написано, Сергей Александрович придумал хорошую вещь, понимаете, но придумали, напечатали и ее тут же забыли, никто не контролировал ее, понимаете. Вот, и читая, что банкомат не потому установлено, что ведь и предприниматели такие всякие в Грушевке не хотят ставить банкоматы. Вы знаете, я не поверил, ну это же не может такого быть. Ну на предприниматель это передавая часть сегодня в общество, понимаете. Вот мы обратно и остановились, мы в супермаркете с холодной, когда ехали в Грушевке, за это шел супермаркет, там прекрасная хозяйка магазина, побеседовали, говорит, Да вы что, мы два года муж обошел все банки, не можем добиться, понимаете. Я с удовольствием хочу поставить банкомат внутри, вот в магазине, с большим удовольствием, ради бога. Помогите нам. А кто-то с администрацией, Бессараба, кто-то еще там, городской совет, глава администрации, хоть к вам кто-то подходил с просьбой. Мне говорят, кроме вас за два года никто не подошел. То есть я оказался выше всех и лучше всех. Смешно, да? Я человек не ленивый. Я обошел заболевания все наши банки и узнал причины, по которым там нельзя ставить. Ну РКБ на Гагаринах, там мало чисто пенсионеров, там 50 человек еще были, у меня карточки пенсионные. Они бы открыли банкоматы, у них есть. РКБ, который банк находится, значит, на Сукдее, возле музыкальной школы, на Ленина, пожалуйста, они готовы. У них достаточное количество карточек есть, есть банкоматы, все есть. Единственное помещение подходит, единственное, чтобы хозяин этого магазина был не арендатор, а хозяин. И вот я прошел уже сегодня банк и по Севастопольский банк, но там мало чистость и Генбанк. Никто к ним с администрацией официально не подходил по этому вопросу. Поэтому я хочу обратиться к главе администрации, к городскому совету. Ну вы же там говорите, а главное, это газеты. Чего-то добросовестно пишет, не понимает тонкости вещей. А что же мы делаем? Мы просто врем людям, врем общественности, не бригадирам в этом плане, вставляем предпринимателей, понимаете. А вопросы-то находят и могут решаться. Так же не годится. А где депутаты? Почему отчеты идут без депутатов? Спрашиваешь, начинают говорить, какой у вас плохой депутат. Ну вы сейчас время прикормили его, вы его поставили, вы его сделали и потеряли. Но они-то при чем? Понимаете? Поэтому не годится так. Я считаю, что сегодня администрация должна и обязана за месяц-полтора исправить погрешность, заняться этой работой и чтобы в январе месяце у людей появились там банкоматы, понимаете. Я не вижу вообще никакой сложности, кроме нежелания этим заниматься. Там же очередь стоит в грушках коммерсантов, которые хотят поставить банкоматы в себя. Хотят поставить. Это им выгодно. Помогите им, ради бога, не позорьте их. Там вроде просто решается по дачному, по веселому, категорически отказ, там очень мало людей. Ну и потом они просчитывают экономические эффективности от банкомата. Банкомат стоит больше миллиона рублей, он дорог обслуживания, поэтому как бы, да, они тоже банк считает свои затраты, они так просто стоять не будут. Их надо понимать. Ну и, конечно, всем банкирам говорят, что надо, чтобы городской совет, администрации, депутаты или работа разъяснительная, чтобы торгово делал особенности, все магазины, терминалы стояли, терминалы стояли, понимаете. Мы цифровых технологий, мы пропагандируем, об этом говорит президент везде, оно же не доходит до нас. Значит, у нас совместное усилие, чтобы прийти на терминалы, оплаты через карточки, многие проблемы уйдут. Но почему люди не хотят ставить, почему они хотят забраться к коре зла? Что это открытое, как бы, финансовые потоки открытые, не закрытые. В чем-то причина же есть, в конце концов.